МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем же обусловлено введение таких дополнительных мер? На сегодняшний момент в Луганской Народной Республике регистрируется ежедневный подъем заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Если мы буквально неделю назад говорили о десятке, сегодня мы говорим уже о 119 заболевших. За последние два дня у нас добавилось 40 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Это говорит о том, что мы сегодня идем прогрессивно к увеличению числа заболевших и, соответственно, увеличивается количество контактных людей с теми людьми, которые сегодня больны. По этой причине у нас возникла сегодня острая необходимость остановить или приостановить, оборвать инфекционный процесс. Разорвать цепочку распространения. Разорвать цепочку и у нас сегодня представилась уникальная возможность использовать наши праздничные дни и несколько дней, которые будут между праздниками для вот этого эпидемического окна, для создания его искусственно. То есть если сегодня у нас мы посидим дома и максимально соблюдем режим самоизоляции, который показал свою эффективность и во многих странах, и это, в принципе, прогрессивный и очень эффективный метод, давно доказано. И сегодня этот метод показал эффективность в Луганской Народной Республике. И сегодня, когда мы сможем 12 дней быть на самоизоляции, мы можем спасти сотни жизней. А это цена жизни наших близких, наших родственников, наших пожилых, родителей, возможно, бабушек и дедушек. То есть это речь идет сегодня о каждом из нас. – Давайте уточним, мы говорим о майские праздники для нашего населения. Это привычное времяпрепровождение, это походы на природу, туристические какие-то вылазки. Мы говорим о том, что необходимо все-таки оставаться дома, не так ли? – Я хочу обратиться ко всем нашим жителям и сказать, что если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а это желание каждого из нас, то это первый и самый важный шаг к тому, что мы в ближайшее время будем говорить о том, что откроются магазины, откроются все рынки, и мы будем гулять по улицам с нашими детьми. То есть если мы этого хотим, а не хотим растянуть эту эпидемию, ее можно растянуть во времени и на месяц, и на два, и буквально до самой осени. Мы сегодня должны пожертвовать, возможно, своими праздниками и любимым шашлыком в кругу друзей, и всего эти 12 дней нам могут дать этот результат и дадут этот результат. Если речь шла о сотнях заболевших, мы должны остановить максимально и перейти хотя бы на десятки заболевших и максимально прервать развитие этого инфекционного процесса. – Дмитрий Анатольевич, так зачем же закрывать рынки? Рынки закрываются с той целью, что на сегодняшний момент они являются одной из основной торговых точек нашей республики. Однако реализация товаров происходит достаточно открытым способом, то есть есть вероятность контакта между теми посетителями на рынке и товаром, который реализуется. Однако на сегодняшний момент в силу введения ограничительных мероприятий мы надеемся на то, что рынки будут обработаны, обработаны с достаточно интенсивной силой и повторно будут обработаны после экспозиции ДС-средств. Это делается именно с той целью, чтобы в дальнейшем, если у нас будет тенденция к снижению заболеваемости в республике в целом, иметь комплекс по снятию ограничений с торговли. А что значит контакты? Это же открытое пространство. О чем идет речь? В супермаркетах преимущественно реализуется фасованная продукция, которая не контактирует с руками посетителей и теми выделениями, которые могут быть при кашле. На рынке в основном товар весь открыт и доступен к контакту. Поэтому именно по этой причине мы рекомендуем на данный момент провести комплекс ДС-мероприятий. А в чем будет заключаться? Это будет хлорирование или какие-то другие способы? Могут использоваться любые доступные ДС-средства в их рабочих концентрациях. Каждый предприниматель знает, и есть дни, и до этого они существовали, то есть до этого санитарными днями был каждый понедельник. А сейчас в силу введения комплекса противоэпидемических мероприятий будет проведен усиленный режим ДС-мероприятий на рынках. Поэтому опыт, как это делать и чем это делать у предпринимателей, есть. Нужно только выполнить весь этот комплекс. А дезинфекция, возможно, транспорта или других общественных мест будет проводиться? Те рекомендации, которые были даны по транспорту и ранее, они будут неукоснительно соблюдаться и контролироваться. То есть весь общественный транспорт также подлежит ДС-обработке для того, чтобы минимизировать передачу инфекции через руки. И мы по-прежнему призываем к тому, чтобы пассажиры транспорта одевали маски. Хотя эта ответственность на сегодняшний момент в большей степени возложена на перевозчика, на водителя, но граждане также должны быть социально ответственными и одевать маску. В случае невыполнения рекомендаций, санкции будут применяться к перевозчикам? Санкции будут применяться и применяются уже сейчас, непосредственно к перевозчикам. Наталья Александровна, а какого, может быть, более конкретного эффекта мы ожидаем от введенных мер? Самый ожидаемый конкретный эффект – это прерывание цепи ингубационного периода заболевания. Вот у нас есть опыт конкретно по двум городам, которые были закрыты – это красный луч и антрацит. Уже здесь, в республике, этот метод применен. Мы всех заболевших абсолютно локализовали в инфекционных отделениях и вели работу над выявлением всех контактных. То есть сегодня, когда у нас есть заболевшие, наша цель – это выявить контактных, точно так же их поместить в особые условия под наблюдение с целью дальнейшего выявления среди них заболевших. То есть только определив вот этих круг больных, и пройдет, когда 14 дней, мы можем прийти к тому моменту, что уже контактные и не контактируют со следующими жителями Луганской народной республики, и у нас нет новых случаев. То есть минимизировать заражение среди всего населения. Это наша цель – выявить тех контактных, которые на сегодняшний момент есть у наших заболевших, минимизировать зараженных, и это оборвет именно цепь роста. То есть чем больше людей у нас заболевших находятся на улице сегодня, тем больше вероятность заразиться другому. Поэтому введен еще один пункт, в котором приравниваются все острые респираторные вирусные инфекции также к COVID-19. То есть каждый, кто сегодня заболел острой респираторной вирусной инфекцией, сегодня должен находиться дома. Это тоже по той же причине, что COVID, он очень схож по течению с обычной ОРВИ в первые 5 дней. То есть пациент испытывает самые банальные жалобы. Это может быть и кашель, может быть повышение температуры, может быть насморк. То есть отличить, что это уже заболел именно житель наш ковидом, мы, и он тоже не может. Только в случае уже более высокой температуры, через 5 дней прогрессии заболевания, мы можем предположить, и уже тогда может пойти речь о госпитализации таких людей. На сегодняшний момент нам предложено, что люди, которые заболели острой респираторной вирусной инфекцией, они не должны посещать поликлинику, не подвергать сегодня опасности заражения ни окружающих, ни себя развитию осложнений. То есть если пациент у нас заболел острой респираторной вирусной инфекцией, и он нуждается в помощи, можно вызвать врача на дом. Если нуждается в выдаче листа нетрудоспособности, врач может лист нетрудоспособности также выдать на дому, и также продление листа нетрудоспособности по показаниям осуществляется на дому. То есть цель у нас стоит в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, как заболевшими, так и здоровыми. Потому что, как я уже говорила в предыдущих передачах, инкубационный период достаточно велик. И все дни инкубационного периода инфицирован может не подозревать, что он болен, и он будет совершенно вне зависимости от своих желаний и нежеланий распространять инфекцию и нести ее в массы. Поэтому основная цель разобщения, то есть самоизоляции, лежит в том, чтобы минимизировать контакты между людей и остановить развитие и передачу инфекционного заболевания. То есть я правильно понял, что если человек заболел, ему нет необходимости идти в поликлинику, он должен вызвать врача на дом. Врача на дом. И только в случае необходимости госпитализации, это уже решает врач-специалист, тогда госпитализируется больной путем госпитализации машиной скорой помощи. Также нами предприняты другие методы борьбы с инфекцией, локализацией инфекции. На сегодняшний момент Министерство здравоохранения утвердило приказ о том, что все больные с пневмониями, они будут госпитализироваться тоже в определенное лечебное учреждение, которое имеет определенный опыт лечения пневмонии, имеет узких специалистов, опыт оказания медицинской помощи, и там будет дифференцироваться заболевание на предмет наличия или отсутствия COVID-19. То есть сегодня это не будут нести логетность по таким заболеваниям, как пневмония, все терапевтические отделения, а именно в одной специализированной больнице будет оказываться помощь этим больным, чтобы не распространить также инфекционный процесс абсолютно без злого умысла. То есть мы сегодня хотим максимально концентрировать таких заболевших в определенных лечебных учреждениях. Скажите, пропуска будут вводиться? Я хочу сказать, что мы пришли к тому выводу, что пропускная система к нам, она, наверное, не так применима и незачем утверждать. То есть не будет? Не будет. Будет применяться, то есть если мы, наши жители хотят передвигаться, есть такая необходимость оказания помощи своим родственникам или оказания услуг по лежачим пациентам. Возможно, возникает у кого-то такая необходимость посещения лечебного учреждения, допустим, снятие швов, перевязка. То есть жители обращаются со своими проблемами. Мы понимаем, что эти проблемы, они лежат сегодня на наших плечах. И для того, чтобы не вызывать вот такого массового дискомфорта, передвижение на личном транспорте, естественно, это возможно. И никаких оправдательных документов для этого не требуется. То есть если наши жители хотят уехать на дачу и вернуться после окончания майских праздников, это тоже уважительная причина. И мы понимаем эти будни, когда человек, он стремится обеспечить себя также и продуктами питания. Это идет речь о осени. Каждый привык запасаться продуктами, консервация. То есть самая главная наша задача не допустить массовых общений, массовых гуляний. И призвать наших жителей отказаться в этом году от привычного празднования майских праздников, от встреч с друзьями, от встреч с родственниками, а посвятить это время действительно себе и своему здоровью, понимая, что мы заботимся таким образом и о себе, и о своих близких. И только если мы серьезно подойдем к выполнению режима самоизоляции, мы будем тогда действительно иметь этот долгожитатный эффект, и мы окажемся уже на пути к возвращению к обычной, нормальной нашей жизни. Дмитрий Анатольевич, по окончании этого режима, 13 мая, что заработает, в каком режиме, я говорю сейчас, может быть, о рынках, о других учреждениях? Мы оценим те результаты, которые у нас будут по количеству заболевших. И если мы хотя бы не будем расти по количеству заболевших, а мы надеемся даже на снижение данного количества, то это первый шаг к тому, чтобы реализовать послабление тех ограничительных мер, которые были. И вот, как мы сегодня уже говорили про рынки, это будет тот первый шаг, который можно будет реализовать безопасно. Однако, при условии соблюдения масочного режима, режима дезобработки, который в дальнейшем также будет продолжаться в усиленном режиме, если раньше это было раз в месяц, то теперь этот режим ужесточается до одного раза в неделю. И тогда можно будет разрешить уже реализацию не только продуктовой группы, но и промышленной группы товаров. Надеемся, что это снимет ту социальную напряженность, которая образовалась за период ограничительных мероприятий. В частности, у нас существует положительный опыт, мы сегодня говорили о тех городах, которые уже пережили определенные ограничения. Давайте еще раз, в частности, поговорим, каких там успехов удалось нам добиться? Учитывая то, что мы в этих двух городах имели одномоментно, при небольшом количестве заболевших, большое количество контактных лиц, таким образом, фактор передачи был очень и очень велик, и мы могли в кратчайшие сроки удвоить или утроить количество подтвержденных случаев. Поэтому с целью недопущения распространения инфекции и были введены ограничительные мероприятия, которые разобщали людей и минимизировали контакт, то, к чему мы призываем и сегодня в масштабах всей нашей республики. И, как сегодня уже было сказано, если нам удастся все 12 дней провести с минимальным количеством контактов, то это почти приравнивается к сроку инкубационного периода. Таким образом, исключив фактор передачи инфекции, мы сможем уменьшить количество инфицированных людей. Очень большое количество вопросов поступает в адрес нашего телеканала от телезрителей по вопросу, когда заработает сфера бытового обслуживания. Сфера бытового обслуживания заработает немножечко позже. Почему? Потому что в первую очередь необходимо не только приостановить процесс, но и минимизировать количество людей, которые могут быть вирусоносителями и инфицировать людей. Поэтому давайте начнем сначала с того, что мы проведем 12 дней в режиме самоизоляции и подведем итоги тогда, когда подсчитаем количество заболевших 13-го числа. Наталья Александровна, мы говорим о том, что личный транспорт при движении не ограничен. Но есть ли какие-то рекомендации для людей, которые перемещаются на этом транспорте по, может быть, масочному режиму или дезинфекции этого транспорта? Конечно же, мы должны пользоваться сегодня личным транспортом только в случае возникновения такой необходимости. То есть то, что не запрещено движение на личном транспорте, это исключительно в тех целях, чтобы не делать нашу жизнь совершенно невозможной в плане осуществления каждодневных бытовых вопросов. То есть существует масса вопросов, которые нужно решить здесь и сейчас, и все их оговорить в законодательном акте невозможно. Но мы хотим призвать и к тому, чтобы своим тоже личным транспортом пользоваться минимально. То есть в любом случае это скопление большего количества людей на какой-то единице площади, чем это в обычной жизни. В любом случае это замкнутое пространство. Но если уже пользуемся своим автомобилем, то лучше, конечно, если позволяют погодные условия, открыть окна в автомобиле, если у нас нет маленьких детей, и в любом случае использовать маски. И в принципе маски должны использоваться каждодневно каждым жителям, которые посещают общественные места, за исключением собственного жилья, где мы сегодня в определенном социуме постоянно находимся. Хочется сказать, чтобы все попытались изменить свое отношение, этот убрать негатив, который сегодня испытывает каждый из нас, несмотря на какую сторону камеры мы сегодня находимся. Потому что каждый из нас сегодня находится в тех условиях, которые непривычны, некомфортны, и их хочется как можно максимально быстрее завершить. И я хочу обратиться к России, со словами, что мы с вами сегодня занимаемся совершенно общим делом, и мы сегодня спасаем с вами десятки и сотни жизней. Поэтому, наверное, весь позитив в том, что каждый из нас должен понять, что вот эти жертвы дали жизнь какому-то человеку, который мог бы быть подвержен заболеванию. Потому что многие из наших жителей страдают сопутствующей патологией, кардиологической или сахарным диабетом. Все наши жители нездоровы. Поэтому сегодня, жертвуя собственным комфортом и выбирая режим самоизоляции, мы дарим жизнь этим людям. Спасибо вам большое. Я напомню, что в нашей телепередаче принимали участие министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Пащенко и главный санитарный врач Дмитрий Докошенко. Спасибо вам большое. Мы искренне призываем, оставайтесь дома, дорогие наши телезрители. В этой части программы мы сделаем акцент и дадим разъяснение по вопросам, волнующим каждого жителя Республики. Это, конечно же, судьба детей, продовольственное обеспечение и передвижение по городам нашей Республики. Александр Васильевич, движение какого именно транспорта ограничивается и с чем это связано? По решению чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии на период с 23.00.30 апреля до 23.00.12 мая 2020 года вводится запрет на передвижение всех видов общественного транспорта, в том числе городского, электрического транспортного, пригородного и транспорта, который передвигается в районе, в режиме такси. Данное ограничение не распространяется на аварийный специальный транспорт, а также транспорт для доставки пищевых продуктов. Особо хочу подчеркнуть и отметить, что запрет на передвижение личного транспорта не вводится. Личный транспорт может использоваться гражданами Луганской Народной Республики в полном объеме. Как быть работником тех предприятий, которые продолжают работу, например, сферы пищевой, сферы коммунальной? До руководителей предприятий уже доведены списки перевозчиков с указанием количества подвижного состава, которым они располагают, для того, чтобы руководители предприятий непрерывного цикла имели возможность заключить договора с такими перевозчиками на осуществление беспрерывной доставки рабочих и служащих к своему основному месту работы. Дополнительно могу сообщить, что основанием для доставки людей к месту работы для различных предприятий, в том числе, прежде всего, непрерывного цикла, будет являться табличка, установленная под лобовым стеклом такого транспортного средства, на котором будет указано, что это заказной автобус или иное транспортное средство, и указано наименование предприятия, организации, учреждения. Кроме того, как я сказал ранее, ввиду того, что запрет на передвижение личного транспорта не вводится, на работу, местам службы могут доставляться сотрудники данных предприятий личным транспортом. Пропуска при этом нужны? Нет. Мы не вводим никаких дополнительных ограничительных пропускных мер. Основанием для передвижения по городу на работы, как на личном, так и на заказном транспорте, является либо удостоверение личности подтверждающего принадлежность данного гражданина к работе на указанном предприятии, либо же справка с места работы, подтверждающая, что человек действительно работает на указанном предприятии. А если некоторые, ну, скажем так, несознательные таксисты, допустим, снимут шашечки и попытаются каким-то образом осуществлять свою деятельность, ну, скрытно, тайно, осуществлять перевозки, в соответствии с принятыми решениями, контроль будет проводиться как сотрудниками Департамента контроля, Министерства инфраструктуры и транспорта, так и сотрудниками подразделений органов внутренних дел. У нас уже налажена каждодневная совместная работа по патрулированию. Основной задачей данной работы является соблюдение перевозчиками, прежде всего перевозчиками, которые осуществляют и будут осуществлять данные виды перевозок в режиме ограничений санитарно-противоэпидемиологического режима. То есть водитель транспортного средства, который будет перевозить людей к месту работы, службы, он должен обязательно находиться за рулем транспортного средства в маске. Все пассажиры транспортных средств, которые будут перемещаться к месту работы и назад, тоже должны находиться в масках. Дополнительно для перевозчиков, которые будут задействованы в данных видах перевозок, доведены основные требования по мероприятиям, которые они должны проводить в ходе осуществления санитарной обработки транспортных средств. Есть опасения, что снизятся продовольственные запасы в связи с ограничением движения транспорта. Обоснованы ли такие опасения? Такие опасения не обоснованы, потому что даже в первых мероприятиях, которые были приняты, чрезвычайной санитарно-продиоэпидемиологической комиссии, деятельность транспортных средств, которые перевозят продукты питания, не была затронута. Поэтому транспортные средства, которые доставляют на территорию городов, районов Луганской народной республики продукты питания, перемещаются беспрепятственно, и никакие запреты на данные транспортные средства не распространяются. Ирина Петровна, Вам практически тот же вопрос. Продовольственная безопасность республики на каком уровне? На сегодняшний день продовольственная безопасность на высоком уровне в республике, продовольственный баланс соблюден. В супермаркетах есть необходимый запас товаров. На оптовых базах необходимые продукты питания. Это проконтролировано и проверено? Да, это проконтролировано и проверено. Более того, Российская Федерация не прекращала поставку и нет запрета вывоза ни одной группы продовольственных товаров. То есть даже на сегодняшний день по Евразийской комиссии не приостановлены продукты питания по доставке в Луганскую народную республику. Супермаркеты нам отчитываются каждый день, еженедельно ведется по всей республике, включая оптовые базы. То есть продуктами питания мы обеспечены. И наши супермаркеты, и государственная сеть народная, которую мы контролируем непосредственно, все имеют продовольственные продукты в полном объеме. Скажите, есть ли особые какие-то рекомендации, правила поведения для продавцов и покупателей в этот период в тех же супермаркетах, магазинах? Да, безусловно. В супермаркетах мы провели со всеми предварительно беседу, когда только начинался весь этот наш период. Администрации супермаркетов и всех продовольственных магазинов, конечно, предупреждены и осведомлены. Для того, чтобы не более, у нас на 10 квадратных метров было не более одного человека. Мы это довели до сведения. Если в прикассовых зонах собирается очередь, мы обсуждали это, чтобы администрации супермаркетов работали непосредственно и просили, чтобы подождали на улице или разграничили свою зону. Социальная дистанция. Конечно, и соблюдали социальную дистанцию. Обязательно, непременно, с использованием средств индивидуальной защиты. А без маски обслуживает человек, если он придет в магазин без маски? Нет, без маски не обслуживают. Но в данном случае, когда все только начиналось, наши граждане, к сожалению, приходили в супермаркеты и в магазины, на самом деле, как хотели, и не особо понимали, что необходимость данного средства, защиты необходима. Поэтому каждый гражданин, как считал нужным, но на сегодняшний день, и граждане республики, мы призываем к этому, чтобы, пожалуйста, супермаркеты обслуживать. Невозможно отказать в приобретении товара, в особенно продовольственной группе. Но мы обращаемся к гражданам, пожалуйста, с соблюдением масочного режима. Наши все сотрудники в супермаркетах и в масках, и в перчатках. Зоны соблюдают дистанционные, и мы призываем к этому. Да, мы отмечаем позитивный сдвиг. В этом плане, действительно, уже рекомендации, требования многие наши граждане выполняют. Но стоит ли сделать акцент на том, что, ну, грубо говоря, не стоит бегать за одной бутылкой кефира каждый день в магазин. Может, стоит сделать какой-то запас для того, чтобы не так часто посещать? Безусловно. Мы к этому обращаемся, говорим, что у нас достаточно продуктов питания в супермаркетах, в продовольственных магазинах, в магазинах, которые находятся в шаговой доступности, в спальных районах. Всего достаточно. Если позволяют сроки годности, пожалуйста, граждане нашей республики, закупитесь заранее. Но при этом думайте о том, что завтра... Без паники. Да, завтра вы придете, и на полках все будет. Поэтому необходимо, прежде всего, самим к этому всему относиться и не паниковать спокойно. Как будет работать наша промышленность в этом режиме? Предприятие пищевой промышленности, предприятия с непрерывным циклом будут работать в штатном режиме, но обязательно на усмотрение руководителей предприятия. Если предприятия в штатном режиме продолжают работать, администрация предприятий доставку сотрудников к работе и к дому обеспечит. Министр транспорта уже об этом сказал, и наши предприятия, руководители предприятий уже заключили с перевозчиками договора, все идет на сегодняшний день в штатном режиме. Людей будут подвозить, уже договора есть, транспортом люди будут обеспечены, это очень-очень важно. Промышленные предприятия на сегодняшний день не останавливаются. Города Луганска работают все в штатном режиме, пищевая промышленность вся в штатном режиме, поэтому не будет проблем, продолжаю, и с продуктами питания в супермаркетах. Это как раз в ключе того, что вы сказали, то, что предприятия, многие не останавливаются, у сотрудников есть дети. Сергей Александрович, в ключе того, что сказала Ирина Петровна, предприятия будут продолжать свою работу, как будет организован учебный процесс в новых условиях? Большая часть образовательных учреждений уже находится на дистанционном обучении. Единственное, что изменения коснутся дошкольных образовательных учреждений в рамках так называемой двухнедельной профилактики с 4 по 8 число будут приостановлены и приостановят свою работу и дошкольные образовательные учреждения. Но при этом я хотел бы обратить внимание, что Министерство образования проанализировало выполнение образовательных программ, и мы можем уже сегодня говорить о том, что с 1 мая завершают дистанционное обучение учащиеся первых и четвертых классов. Связано это с тем, что они свою учебную программу этого года уже выполнили. Также с 15 мая запланировано завершение дистанционного обучения для учащихся пятых и восьмых классов. Для учащихся девятых, десятых, одиннадцатых классов завершение учебных занятий наступит согласно ранее принятого приказа Министерства образования 25 мая. Но это связано прежде всего с тем, что эти ребята будут сдавать еще государственную итоговую аттестацию. Как быть родителям, у которых нет возможности отдать бабушке ребенок? На сегодняшний день я хотел бы прежде всего поблагодарить родителей, тех, которые услышали обращение Министерства образования еще в 30 марта, когда мы переходили на дистанционную форму обучения. И мы тогда говорили о том, что нужно ограничить количество детей, посещающих детские сады. На сегодняшний день мы знаем, что количество посещающих снизилось, и у нас наполняемость была в пределах 30-40%. Сегодня я обращаюсь к родителям, тем, кто на сегодняшний день посещали детские сады, все-таки найти возможность оставить детей дома на этот период, чтобы они были дома, постараться обеспечить им присмотр, ну и не посещать детские сады в этот период. Если мы говорим об преподавателях, учителях, они также находятся дома? Они продолжают работать кто в дистанционном режиме, кто находится на удаленной работе. То есть здесь никаких изменений это их не коснется, при этом я хотел бы обратить внимание, что никаких социальных потерь они в этом случае не понесут. Кроме этого, я хотел бы также сказать, что на сегодняшний день в Министерстве образования будет предпринят ряд мероприятий, в частности, онлайн-школа «Учимся вместе». Она продолжит свою работу вплоть до 1 июня. На сегодняшний день совместно с Министерством связи запускаться будет еще один образовательный проект на телевидении, где также будет ряд, на мой взгляд, интересных проектов, которые позволят нашим ребятам не скучать так называемых на так называемых ранних каникулах. Спасибо вам большое, что нашли время посетить студию нашей программы. Я еще раз хочу обратиться к нашим уважаемым телезрителям и попросить, отнеситесь, пожалуйста, к вводимым мерам с полным пониманием и с полной ответственностью. Республика и ее руководство делают все возможное для того, чтобы сохранить жизни наших граждан. Я напоминаю, что в нашей передаче принимали участие Ирина Петровна Деркач, исполняющая обязанности министра промышленности и торговли Луганской Народной Республики, Сергей Александрович Цымкало, министр науки и образования Луганской Народной Республики и Александр Васильевич Басов, министр инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики. Важнейшими темами для всех нас, конечно же, является функционирование банковской системы, системы социального обеспечения, системы массовых коммуникаций и связи. Светлана Анатольевна, как будет организовано начисление и выплата пенсии в период, который мы называем усиленными карантинными мерами? Министерством социальной политики совместно с Министерством финансов пенсионным фондом на сегодняшний момент проводятся все мероприятия для того, чтобы в Республике своевременно был начат выплатной период в мае месяце. Так, выплата пенсии в мае месяце, согласно графику, по всей территории Республики будет начата 4 мая. 4 мая также будет начата выплата страховых выплат. И 10 мая, как и, соответственно, графику, будет начата выплата социальных пособий. Хочу отметить, что 25 апреля этого года, как мы сообщали и ранее, был своевременно завершен выплатной период, и в Республике более чем 550 тысяч граждан были охвачены различными мерами выплатами социальной поддержки. Давайте акцентируем внимание на то, что никаких задержек по выплатам пенсии социальных пособий не будет. Задержек не будет. Кроме того, хочу сказать, что все государственные программы будут реализовываться в полной мере. Так, по всей территории Республики будет продолжена единоразовая выплата ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Те ветераны, которые не смогли по ряду причин получить эту выплату в апреле месяце, они смогут получить в мае. Также будет реализована в полном объеме программа по оказанию одноразовой материальной помощи отдельным категориям гражданам, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В мае месяце управлениями труда и социальной защиты населения уже подготовлены выплатные ведомости и будут охвачены по территории Республики этими выплатами более чем 10 тысяч человек. Важно то, где граждане смогут получить эти выплаты. Олег Николаевич, как будут работать отделения Государственного банка в этот период? Государственные банки, все его структурные подразделения будут работать в штатном режиме, включая те города Республики, в которых на данный момент ограничено перемещение. Также все банкоматы будут обеспечены необходимым объемом денежных средств. То есть никаких проблем не будет. Также хочу обратить внимание, что 95% клиентов, получателей социальных пособий, пенсий, заработных плат получают в нашем банке посредством пластиковых карт. Скажите, на выходные дни, как правило, на субботу Госбанк назначал дежурное отделение. Сейчас нам предстоят достаточно длинные выходные дни. Как будет работать и какие отделения будут работать в эти выходные дни? Может быть увеличена наличность в этих отделениях, в банкоматах в этот период? Или стоит людям запасаться наличными деньгами? Нет, ни в коем случае запасаться не нужно. Мы постоянно следим за объемом денежных средств и в отделениях, и в банкоматах. То есть это наша непосредственно ежедневная работа. И она ничем не будет отличаться в том промежутке времени, о котором мы говорим. Режим работы отделений мы всегда публикуем на сайте банка и в СМИ. Он тоже будет опубликован и все граждане об этом узнают. Скажите, а планирует ли Госбанк увеличить количество работающих отделений в этот период длинных выходных по сравнению с теми выходными днями, которые являются обычными? Значит, в настоящий момент у нас работают все отделения, абсолютно все отделения, в том числе все банкоматы. В этом же составе мы будем работать и в указанный промежуток времени. То есть все отделения банка будут работать? Все отделения ГАБ будут работать. Банкоматы не зависят от режима работы отделений. Соответственно, все выходные, праздничные дни, вот когда отделение банка, к примеру, не будет работать, то банкомата у жителей республики будет абсолютно прямой доступ. Спасибо. Олег Васильевич, скажите, а как будет работать почта в этот период? Ну, я хотел бы, во-первых, отменить, что в принципе все предприятия, которые находятся в виде Министерства связи и массовых коммуникаций, работали и будут работать в штатном режиме. И даже в тех городах, в которых сейчас введен строгий режим самоизоляции, работа не прекращается, эти предприятия работают. Соответственно, и ГУП ЛНР Почта как работала в своем штатном, так и будет работать. Будут осуществляться приемы и получения почтовых отправлений, курьерская доставка, соответственно, приниматься все виды платежей, которые существовали и будут существовать. И, соответственно, будет осуществлена доставка пенсий нашим пенсионерам. Именно в те сроки, которые запланированы и установлены в полном объеме. Работа почтовых отделений, она опять же связана с контактом с нашими жителями. Поэтому для оказания услуг во всех отделениях почты принимаются меры предосторожности, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики. Ну, это, соответственно, работа в масках, работа в перчатках. Постоянно проводится дезинфекция помещений. Те граждане, которые посещают отделение почты, они располагаются на достаточном социальном расстоянии, полтора-два метра. И хотелось бы к ним обратиться, чтобы они все-таки соблюдали те нормы, которые рекомендованы на текущий момент времени. Они находились обязательно в масках. Без масок вход в помещение почтовых отделений будет запрещен. А если кто-то из наших пенсионеров по каким-то причинам не смог получить пенсию именно от почтальона, он будет иметь право получить ее на почте? Он вправе ее получить и на почте, но таких случаев еще у нас не было, чтобы кому-то из наших пенсионеров почтальон, сотрудник почты ЛНР, не доставил пенсию. Это всегда происходит вовремя, в назначенное именно время. По тем причинам, когда человек не находился, допустим, дома, то повторно почтальон будет и будет проведена выплата. Олег Васильевич, представим ситуацию, кто-то не успел оплатить услуги телефонной связи или интернет, а вот что в этом смысле делать? Еще 4 апреля Лугакомом была запущена акция, которая называлась в них «Будь на связи». Услуга предоставляется при отрицательном балансе на счете. Для этого достаточно было связаться с операторами службы поддержки по номеру 177 и выполнив, так скажем, свою аудификацию, чтобы пройти, что это действительно ваш номер, можно было получить небольшой кредит для того, чтобы в дальнейшем уже потом оплатить с отложенным платежом произвести оплату за услуги связи. То же самое касается городских телефонов стационарных, они не будут отключены. Мы прекрасно понимаем, что ими в большинстве пользуются достаточно незащищенные слои нашего населения, поэтому они смогут это сделать чуть позже, когда будут сняты такие ограничительные меры. Соответственно, никакая пеня им насчитана за это не будет, за то, что они не вовремя оплатили эти услуги связи. Мы попросили наших провайдеров республиканских, которые работают по всей республике, чтобы они тоже пошли на встречу нашим жителям и по возможности не делали отключение интернет за не вовремя оплаченную услугу. Все прекрасно понимают, что в данных ситуациях не всем есть возможность вовремя это сделать. Поэтому у всех есть определенные условия, если отсроченный платеж, сделать это позже, соответственно, попросив какой-то кредит, и всегда можно договориться о службе поддержки о предоставлении такой услуги. Олег Николаевич, в продолжении темы интернета, онлайн-сервисы Госбанка как будут работать? На протяжении последних лет мы активно занимаемся электронным бизнесом и развитием дистанционных услуг. Кроме вышеупомянутых банкоматов и пластиковых карт, есть такие сервисы, как клиент-банк для физических лиц, с помощью которого можно осуществлять все виды услуг, которые клиент может сделать в кассе банка. Не выходя из дома, что в данной ситуации будет очень актуально. Также у нас установлено порядка 400 пост-терминалов в торговых сетях. То есть клиенты могут оплачивать товары тоже с помощью пластиковых карт. В отделениях банка есть терминалы самообслуживания. В них тоже можно осуществлять и в безналичном порядке, в наличном порядке оплату услуг, так же точно, как и в клиент банки. Это и коммунальные услуги, и мобильный телефон, пополнение интернет-провайдера, бюджетные платежи и так далее. То есть клиент-банк и для физических лиц, и терминал самообслуживания, то есть у них аналогичный пакет услуг, доступных клиенту, и они могут этим пользоваться. Но при этом технологии позволяют, мы это выяснили, делать это все удаленно и лишний раз не посещать людные места. Я думаю, для наших телезрителей на этом тоже нужно сделать акцент. Светлана Анатольевна, давайте уже подведем итог нашей большой передачи сегодня. На что же, по вашему мнению, направлены в основном меры, которые мы обсуждаем сегодня? Я обращаюсь ко всем людям старшего поколения соблюдать режим самоизоляции. Все меры, которые на сегодняшний момент проводятся, проводятся ради вас. Не покидайте места проживания без уважительной причины и соблюдайте режим самоизоляции. Уважаемые телезрители, мы выяснили в ходе нашей передачи то, что вся инфраструктура республики будет работать, никто не останется без социальной помощи и защиты, но, пожалуйста, вот этот период нам необходимо выдержать. Выдержать для того, чтобы выжить. Спасибо вам большое за то, что нашли время посетить студию нашей программы. У нас в гостях был министр связи и массовых коммуникаций Олег Васильевич Фетисов. Первый заместитель председателя Государственного банка Луганской Народной Республики Олег Николаевич Теслюченко и Светлана Анатольевна Малахова, министр труда и социальной политики Луганской Народной Республики. Спасибо вам большое. Ну, а мы с вами увидимся в эфире телеканала Луганск-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова